У нас по плану 5-минутная дискуссия. Пожалуйста, если кто-то хочет выступить, высказать свое мнение о заслушанных докладах. Да, пожалуйста, вот туда микрофон. Добрый день. Добрый день, Калмыкова Анна Ивановна, профессор кафедры генетики и биотехнологии Новосибирского университета. То есть я не онколог, но я хочу сказать громадное спасибо организаторам современного симпозиума, когда вот в таком представительстве начали говорить о микроорганизмах. И хочу отметить на сегодняшний момент доклад Кристины Модестовны. Спасибо огромное. Спасибо за то, что поднята тема, на которую на сегодняшний момент очень-очень мало, где о которой вообще говорят. О спорах микробиоми, о спорулирующих микроорганизмах, извините, о влиянии этих микроорганизмов на состояние здоровья. И я бы хотела сказать, что, наверное, в нашей аудитории мы мало что можем сделать. Потому что проблема полирезистентности, она, конечно, лежит скорее в агросекторе. А наш Роспотребнадзор на сегодняшний момент не готов снижать количество антибиотиков в сельском хозяйстве. Ну, что бы я хотела напомнить? Напомнить докторам. Сегодня очень хорошо прозвучало. Антисептики не влияют на споровые микроорганизмы. А громадное количество антисептиков, громадное количество антибиотиков, даже не широкого спектра действия, которые используются, оно как раз и влечет за собой развитие вот этого спорового микробиома, с которым мы столкнулись, с которым мы столкнемся. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательнее. Когда назначаете громадное количество антисептиков, они точно будут исключительно способствовать росту спорового микробиома. Мы с этим столкнемся, я говорю, как бактериолог, как микробиолог на современном этапе. Ну, конечно, хочу поблагодарить вас, что обратили внимание. На самом деле у нас есть пути выхода. Мы пока еще мало говорим о них. Есть моющие пробиотики, есть те, которые можно использовать. Можно использовать, они используются сейчас в детских садах. Используются почему-то в бассейнах, не используются в клиниках. Но я надеюсь, что вот начало уже симпозиумов даже на онкологическом форме приведет нас к тому, что мы начнем думать, все группы ученых начнем думать о том, что у нас есть полирезистентность, и мы должны каким-то образом с ней справиться. Спасибо. Больше нету желающих выступить? Да, пожалуйста. Просто с позиции хирурга немножко справиться с полирезистентностью. Есть просто сообщение из клиники МИО, насколько я знаю, когда человек из оперблока выходит в хирургическом костюме и тапках идет гулять по парку. Возвращается назад, смысл в чем? Он должен принести на себе, ну, собственно говоря, дикую природную микрофлору, те же клостриди, которые, в принципе, эволюционно не более успешны. То есть антибиотикорезистентные организмы, они успешны тогда, когда есть факт антибиотика. А их дикие собратья, они развиваются быстрее, размножаются, потому что им не нужно синтезировать дополнительные белки на разложение антибиотиков. Вот, может быть, нам как-то надо не выжить всех там микроцидом, да, как предлагается, а предоставить борьбу микроорганизмом между собой, как-то вот такое вот мнение? Ну, на самом-то деле, вы понимаете, это есть, если мы говорим про цивилизацию, вообще на уровне здравого смысла, допустим, очень много вещей, которые мы делаем, они экзотические. Я вам более пример приведу жесткий. Допустим, драматологи, когда я учился, они говорят, что вообще-то человек должен мыться только, когда запачкался. И сейчас действительно изменился стиль жизни. И то, что мы это… Вы абсолютно правы, потому что на самом-то деле, что получается? Конечно, это баланс микроорганизма. Мы и в опухолях то же самое видим, когда баланс резистентных клеток и клеток чувствительных к лечению, и поэтому основа онкологии, допустим, попытка уничтожить опухоль полностью, она подвергается сомнению, потому что, они говорят, вы когда пытаетесь воздействовать на опухоль, чтобы максимально снизить отбор клеточной массы, вы таким образом приводите к селекции клеток резистентных и освобождаете для них пространство. А так, когда если на опухоль не воздействует, то получается это баланс, и получается, что вот эти опасные клетки, они сдерживают сосновой клеточной массы. Тут очень сложно на самом-то деле проводить какие-то работы интервенционные, потому что, следуя за тем, что вы говорите, надо попытаться, допустим, изменить критерии к стерильности. Но это все не очень просто с учетом того, что это реальные больничные палаты. А как здесь ставить модельные эксперименты, наверное, что-то можно, наверное, над темой надо задумываться. Но то, что в этом логика есть, несомненно. Я хотела еще добавить два слова. Мне кажется, что такие эксперименты надо, наверное, делать на популяции будущего, когда человечество, может быть, найдет в себе понимание, что надо вернуться к естественным родам. Без средств асептики, антисептики, очистки кишечника. Вот, к сожалению, да, ребенок должен рождаться весь вымазанный в микробиоте матери. И именно это является основой формирования здорового иммунитета. С той популяции, которая сейчас выросла, я боюсь, что этот номер не пройдет. Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...